День добрый, дорогие друзья! Ну вот, мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Ну и надеюсь, что я сегодня как бы начну говорить уже о питании, потому что о том, что надо пить воду, для чего это нужно, почему и почему надо перейти на многоразовую форму питания. Мне кажется, об этом уже говорили. Поэтому я начну сегодня вот эту тему, продолжу, потому что там есть несколько замечаний, которые пока не осознаются людьми. Вот такая вот вещь. Но вначале вопрос от Ирины Борисовны Кут, которые пришли на форум, посмотрите, потому что это несколько вопросов, связанных с очищением организма. Понимаете, вот это очень важно, это очень важно, потому что вопросы эти персонально ко мне, и они принципиально важны. А самое главное, что они важны и для вас. Так что я начну с них. Очищение сульфатом натрия. Значит, Ирина Борисовна пишет. Добрый день, Анатолий Ефимович, форумчане. На форуме разделе похождения программы я открыл свою тему и пишу о своем пути к здоровью. Вот на это обращаю внимание многих людей, которые так или иначе подключаются к нашей программе потихонечку и как бы, так сказать, осознают необходимость программы. Осознают. Вполне возможно, что где-то люди найдут свой путь, свою программу, сочинят свою программу, исходя из того состояния, в котором они находятся. И для этого опыт Ирины Борисовны просто неоценим. Вот это надо точно знать. И есть в этом разделе обсуждаем методы оздоровления. Есть очень много постов от Геннадия Семеновича Долинина. Пожалуйста, это очень серьезная вещь. Пожалуйста, не пропускайте. Елена Николаевна Закускина. Очень много от Сергея будущего. Поэтому, пожалуйста, это все практический опыт жизни и построение собственной программы. Собственно, у каждого свой, что называется, пунктик. И я стараюсь, так сказать, вот эти пунктики, что ли, как-то так осмыслить и объединить и предложить людям. Потому что, ну, с учетом того, что я не врач, я могу позволить себе, так сказать, формировать программу все-таки исходя из целостности нашего организма и из целости, из отношения человеку к своему здоровью. Чтобы люди наконец поняли, что самая главная задача – это не профилактика даже. И это не лечение. А как раз создание условий, по которых лечение не понадобится. То есть проблема сохранения здоровья. И вот, понимаете, вот прежде, чем я начну говорить про вопросы Ирины Борисовны какого-то, я все-таки начну вот с этой проблемы. Я хочу, как бы, обратиться к очень неприятному опыту современного нашего времени, времени, в котором мы живем, который касается большинства людей. Вот что касается европейцев-то, американцев, даже японцев и Китая, в том числе, и Индии в том числе, ну, пожалуй, племена Южной Африки, может быть, так сказать, как-то так не входят в этот спектр. Но по-настоящему весь мир входит в этот спектр. Понаблюдается вот какая картина. Я думаю, что мало кто сможет мне на этот, по этому поводу возразить. Понимаете, ну, начиная с 40 лет, вот промежуток от 40 до 50 лет, проблема онкологии, проблема развития онкопроцессов у людей, особенно у молодых людей, вот в этом возрасте, от 40 до 50, резко возрастает. Вот, скажем, до 40 лет еще как-то, ну, какие-то генетические особенности человека, там экстренные ситуации, которые возникли в жизни, в питании, в профессиональных каких-то привязанностях, привязанности я имею в виду не любовь, а, ну, привязанности в смысле профессиональной, в смысле работы. Понимаете, когда люди вынуждены соприкасаться с теми соединениями, которые могут спровоцировать развитие онкопроцессов. А по обычной жизни, в обычной жизни, вот от 40 до 50 лет резко возрастает, резко, на проценты значительно, и там 20-30 процентов буквально, возрастает количество заболеваний. Задай себе вопрос, почему. Тамар Яковлевский Свещёв говорит от паразитов. Ну, хорошо, от паразитов. Понимаю, а откуда эти паразиты-то вот в таком количестве вдруг они появляются? Что, все заразились паразитами, что ли? Начали, так сказать, паразитов стало больше на 30-40 процентов? Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, что-то другое. Ну, да, можно сослаться на то, что качество воды ухудшилось, качество питания ухудшилось, качество воздуха, атмосферы, непонятные совершенно изменения климатических условий и прочее. Все это чрезвычайно относительные причины развития, так сказать, вот увеличения онкопроцессов, онкологии, раковых заболеваний. И смотрите, понимаете, какая, чтобы мне не говорили, но я прошу прощения. Вот последняя история с Верой Глаголевой, понимаете, так сказать, которая умерла от этого же, понимаете, она не минует никого, ни олигархов, которые помирают от рака, ни нищих, ни творческих людей, ни самых, что они называются, ни творческих, ни креативных, как сегодня говорят, разных людей абсолютно разного класса, разного материального обеспечения и все прочее. Почему это так? Почему? Понимаете, потом, если смотреть статистику от 50 до 60 лет, как раз вот это те самые процессы, которые вдруг начинают еще раз резко подниматься вверх. Начало онкопроцесса, развитие онкопроцесса и так далее. И вот в этот промежуток времени входит очень большое количество людей этого возраста, и мы об этом знаем хотя бы потому, когда нам рассказывают о смерти той, другой, третьей, пятой звезды, понимаете, или, так сказать, там, скажем, интеллектуальной элиты нашей, публичных людей, которых мы знаем. А уж я уже не говорю о развитии этих самых процессов от 60 до 70 лет. Ведь кто-то из великих врачей сказал о том, что возраст – это первопричина, первопричина развития раковых процессов. Возраст, хотя, казалось бы, вроде как. Да, условия жизни разные, но болеют-то все. Живем мы в разных условиях, питаемся абсолютно по-разному, но болеют-то все и вегетарианцы, и невегетарианцы. Болеют ведь все, вот в чем дело-то, понимаете? Каждый человек волен выбрать для себя вегетарианское питание там, или мясоедство, как угодно, пожалуйста. Палеодиета, там, скажем, гречневая диета, или вообще какая-то диета, которая вот сопровождает человека всю жизнь. Ради бога. Но они тоже болеют. Понимаете, вот эту задачу когда-то, вот я имею в виду профилактику развития онкопроцессов, поставил перед собой Бристольский центр помощи онкологическим больным. В Англии. Я не знаю, работает он сейчас или нет, это было очень давно. Меня с опытом вот Бристольского центра помощи раковым больным познакомила Виолетта Семеновна Городинская. Знамечательная целительница. Я даже про нее делал такой 10-минутный фильм, который так и назывался «Целительница». Понимаете? Именно она, так сказать, вот представитель целительности, на мой взгляд, когда она не врач и не целитель, вот как бы человек, который использует исключительно вот эмпирический опыт народной медицины. Нет, потому что по образованию биолог, кандидат биологических наук, потомственный фитотерапевт, совершенно замечательный. Понимаете? Но который вот этот опыт, почему она попала в Бристольский центр, понадобился и там, в Англии, в Бристольском центре, который находился тогда под приоритетом принца Уэльского. Что это такое? Это тогда, когда больные из онкологических клиник, выходя, значит, приходили в этот Бристольский центр на две недели, где и с ними занимались психотерапией, то есть снимали вот эти вот стрессовые и постстрессовые ситуации, которые возникают у человека при этом заболевании. И делали все для того, чтобы человеку из этой вот ловушки выйти. Их учили питанию, как есть, что есть, и сколько раз есть, и прочее, прочее, прочее. Учили, для чего и появилась в Бристольском центре Виолетта Семёна Городинская, она появилась там именно с этой целью, с целью проведения программы по очищению организма. Она это делала хорошо, это я знаю, потому что был с ней знаком довольно давно и довольно долго. Она и сейчас продолжает работать. Всё, ну, так. Понимаете, вот она привезла мне и эту самую кассету с этой программой Бристольского центра. Очень давно, понимаете, это было. Что-то мне понравилось, что-то не понравилось, но сама программа, она удивительная. Вот 12 дней человек, приходя из клиники, приходя в этот центр, учился жить. Учился жить, потому что помнил ему. Умные врачи говорили, что вы не забывайте, даже если вам сказали, что сегодня благополучно, что сегодня всё хорошо, вы должны наблюдаться обязательно, следить, потому что рак – это хроническое заболевание. Извините, природу которого мы до сих пор не знаем, официальная медицина природы рака не знает, и сколько только этих теорий не перебывало, и все они оказались недееспособными. Понимаете? Зная первопричину, можно с этой причиной воевать. Понимаете, раз ты с ней воюешь и знаешь эту первопричину, значит, тогда у тебя всё будет хорошо, ты отслеживать должен. А в ситуации, когда тебе вернули способность к жизни, дали возможность жить дальше, вот научиться жить с этим врагом, жить с этим врагом, вот это очень важно. Вот программа, которую я пытаюсь, так сказать, внедрить в ваше сознание, она как раз такого рода. Это программа, которая помогает нам выживать и жить, несмотря ни на что. Вот это самое главное. Понимаете? Так приходил туда, психотерапия, гимнастика, питание, вода, медитации. Там были медитации. У нас с вами в программе это ключ к себе. Просто научиться это делать. Научиться это делать. Замечательно. Может быть, если это необходимо, напишите, пожалуйста. Я попробую ещё раз всё спокойно порассказать. Тем более, что недавно Хасай Магомедович Алиев объявил, что он ещё нашёл какую-то скважинку для того, чтобы ключ к человеку подходил хорошо. Ну, я надеюсь, что мы с ним эту историю проговорим. И, так сказать, я об этом обязательно скажу. Вот такая вот вещь. Вот такая вещь. Понимаете? Две недели человек находился там и уезжал себе, жил себе, так сказать, полгода дома спокойно. А потом приходил на обследование, извините, пожалуйста, и снова поступал в эту же школу. И уже как бы на втором этапе проходил ту же самую программу по обучению, но уже как бы на более высоком уровне. Вот что очень важно. Понимаете? Вот это важно. Не забывать. Потому что нас пресловутая официальная медицина, извините, что я так сказал, приучила к тому, что мы таблетку выпили, значит, вылечились. Понимаете? И живи себе дальше. До следующего раза, когда понадобится уже не одна, а две таблетки. Так вот, я абсолютно убеждён в том, что главная причина, когда я думаю о таком факторе, факторе невероятно тяжёлой. И почему это происходит? Мутации, генетические мутации на уровне нашего кода генетического, понимаете? Почему эти происходят? Что действует на эти самые мутаты? Что действует? Какие элементы, какие, извините, яды, какие шлаки нашего собственной жизни, нашего собственного метаболизма, нашей собственной биохимии, какие элементы действуют на то, чтобы вот этот ген мутировал, понимаете? И организм потерял способность защищаться от этой клетки страшной, которая начала развиваться. Вот что это? Понимаете, поэтому, на мой взгляд, потому программа и называется физиологическим очищением организма. Дело не в том, чтобы вы пили солянку холмовую, корень лопуха, ГХК. Одну вещь я скажу, что ее очень трудно заменить чем-либо, даже питанием. Я имею в виду полифитом. Понимаете? Вот это, понимаете? Трудно в этой ситуации заменить, скажем, фитомикс. Трудно, трудно. Но, по крайней мере, заниматься очищением организма, это очень и очень важно. Очень и очень важно. Но надо точно для себя понимать, каким образом это делать, не травмируя организм. Вот это поступенчатое очищение организма, о котором там писал достаточно много, Иван Павлович Невмывакин, на мой взгляд, ну и традиционно она существует. Она по образу и подобию симптоматического лечения. Понимаете? Вот болят суставы, давайте почистим суставы лавровым листом. А то, что у вас может начаться кровотечение и все остальное, это как бы вот, ну да, напишут, предупредят, что будьте аккуратны. А кто знает, насколько аккуратным надо быть в этой ситуации. Может, у вас через месяц начнется это кровотечение, а может быть, через два дня никто же не знает, насколько ты ориентировал на эту ситуацию. Понимаете? Да если нельзя, лучше нельзя. Лучше нельзя. Если ты не знаешь за собой такого рода визития, не надо. А тогда как быть? Суставы-то болят? Понимаете? Вот тогда, вот теперь я перехожу к вопросам Ирины Борисовны. посадил на дачу подсолнухи. Осенью хочу провести очищение от отложения солей по Болотову. Всегда любил это растение, мне почему-то кажется, что оно мне поможет. Но при этом я прекрасно понимаю, что вначале надо подготовить свой организм к этому. Вот это правильно. Понимаете, почему я сказал, что имеет смысл вот этот вот опыт прохождения программы Ирины Борисовны, Ирины Кут, очень-очень полезно для очень большого количества людей. Произвести химчистку и избавиться от накопившейся грязи внутри своего организма. И не только. И не только. И не только. Вот это очень важный момент. А вот это и не только имеет отношение к нашему питанию, безусловно. Очень меня заинтересовал метод очищения, о котором вы говорили, о сульфатах натрия. Он меня заинтересовал еще до того, как вы рассказали о нем в эфире. Об очищении сульфатом натрия я говорил очень давно. Я говорил и достаточно подробно. тогда, когда я говорил об очищении организма сульфатом магния. И тогда я объяснил, почему я предлагаю не сульфат натрия, а сульфат магния. Понимаете, вот в основе химических процессов, то есть окислительно-восстановительных процессов, реакции образования, в основе которых лежит результатом, который является сульфат магния или сульфат натрия, являются основные два элемента. В одном случае один, в другом случае другой. Таблица Менделеева. Это магния и натрия. И магния и натрия нам с вами очень нужны. Но вот тут какая особенность. Об этом я тогда говорил. Поэтому я как раз предостерегал от такого использования сульфата натрия. По одной простой причине, что сульфат натрия, особенно вот в этом так же, как бы скажем, натрий-хлор, тоже известная соль, правда? Это то, что мы каждый день употребляем в пищу и как бы все нормально но применение сульфата при очищении организма в различных сферах, тогда, когда мы просто проводим экстренное очищение, когда проводим тюбаж, когда это не приводит к тому, что у нас количество натрия, как микроэлемента, будет превышать необходимое для нашего организма. Вот чем вся штука. от натрия невероятно зависит жизни калиево-натриевый насос. Я имею в виду вот этот баланс между калием и натрием. Натрий у нас с вами отвечает за вне-клеточную жидкость, вот эти вот отеки, все остальное, вот это вот работа натрия. Понимаете, а калий отвечает за внутри клеточную жидкость. И вот для того, чтобы мы с вами чувствовали хорошо, вот этот калиево-натриевый насос должен быть сбалансирован. Количество натрия должно соответствовать физиологически калию. Вот в чем дело, понимаете? Вот в чем дело. Магний в этой ситуации, он как бы не участвует, но он входит в основные микроэлементы, которые находятся в нашей платформе, что ли, в нашей базе нашего организма. Понимаете? Причем от количества магния и калия невероятно зависит работа сердечной мышцы. Понимаете? Почему, так сказать, во многих случаях вот судороги начинаются, мышечные судороги. Понимаете? Это и, кстати, аритмии, возникающие довольно часто, они зависят от достаточности или недостаточности из долей магния, потому что мы его получаем меньше, чем калия. Понимаете? Из пищи нашей меньше, чем калия. Поэтому тогда, когда мы пользуемся сульфатом магния, мы избегаем вот такого грубого вмешательства в работу вот этого калиево-магния, калиево-натриевого насоса. Понимаете? Вот этого калиево-натриевого баланса с тем, чтобы клетка себя чувствовала хорошо, была правильно гидротирована. И чтобы ткани чувствовали тоже хорошо, потому что межтканевая жидкость, интерстициальная жидкость, она должна быть тоже в достаточном количестве, чтобы клетка не высыхала. Вот что очень важно. Поэтому вот тут тогда, когда я выбирал для программы, определял для себя применение сульфата натрия и сульфата магния, я предложил сульфат магния. Пожалуйста, вы можете пользоваться сульфатом натрия. Очистительные возможности и сульфата натрия, и сульфата магния, они есть. Но вот, скажем, у меня очищение сульфатом натрия мой организм воспринял не очень хорошо. Я помню, как я это делал. Понимаете, но это было достаточно давно, вот тогда, когда решался вопрос, что для меня, ну, кроме того, что я прочитал огромное количество статей, так сказать, связанных с вот этим калиево-натриевым балансом и с ролью магния в нашей физиологии, в физиологии наших с вами мышц, определяющих нашу форму, нашу основу, нашу опору. Понимаете, вот помни об этих вот всех вещах, когда возникают вот эти вот судорожные явления по нашим мышцам, причем это не обязательно икроножные мышцы, икроножные мышцы это уже последнее, а ведь эти вот такие микро микроконвульсии возникают практически по всему организму, точно даже как ишемия не бывает, только ишемия и сердца. Если существует ишемия и сердца, значит, безусловно, существует и ишемия многих других органов, по крайней мере, это то, что я называю рассеянной ишемией, это всегда так, понимаете, точно даже, как мы обсуждаем работу желудочного и кишечного тракта, что он делает, как печень, что с ней происходит без учета двенадцатиперстной кишки, печени, поджелудочной и так далее, всего кишечника, понимаете, вот это доказательная медицина, которая доказательно подтверждает действенность того или другого препарата на основе данных, исключительно ориентированных на определенные органы или на определенную систему, что она доказывает? Я вот себе все время задаю этот вопрос, что она доказывает? Понимаете? И именно исходя из всего этого, я и принял для своей программы и сам пользуюсь безусловно сульфатом магния. Сульфатом магния. Вот чем был определен мой выбор сульфата магния, а не сульфата натрия. Я знала его давно, то есть сульфат натрия, его прилагал доктор Охер, но его метод слишком крут, на мой взгляд, клизма, голодание, выпивать большое количество соков. Вот это вот количество соков как раз диктуется с тем, чтобы нейтрализовать прессинговое действие натрия на организм человека во время этого очищения. Мне кажется, это слишком большая нагрузка для организма, абсолютно правильно, поэтому я выбрал для себя более мягкий вариант очищения тиосульфата натрия по кондаковой. Анатолий Ефимович, а вопросы к вам вот какие. Почему вы рекомендуете этот метод очищения, ведь в вашей программе еще его не было, и опыта людей, проводивших это очищение, пока нет. Тиосульфата натрия имеется в виду. Но начнем с того, что тиосульфат натрия это не сульфат натрия, это соль, которая получается в результате работы разных кислот. сульфат натрия это, извините, ради бога, серная кислота, а тиосульфат натрия появляется в результате реакции натрия с тиосерной кислотой. Это разные соли по своему составу и по своему действию, естественно. Я сейчас очень внимательно смотрю, много разных материалов, копаюсь просто туда, для того, чтобы понять до конца значение тиосульфата натрия. Так что о сульфате натрия мое мнение я высказал и считаю, что пользоваться им безусловно можно, но очень прошу учесть вот такую ситуацию. Если у вас есть нарушения, связанные с ритмом сердечным, если у вас есть вот такого рода явления, судороги, микросудороги, большие судороги и прочее по этим самым, если у вас есть некоторая расслабленность в ишеме, есть сердечная недостаточность, пожалуйста, не надо пользоваться сульфатом натрия. Сульфат магния в этой ситуации хороший препарат, они не уступают друг другу по очистительным возможностям. Именно вот то, что я сейчас читаю и смотрел по тиосульфату натрия, это меня чрезвычайно и тем более, что когда-то лет 15 назад по проблеме связанной с наркологией, я не понял, говорил я вам об этом или нет, прошу прощения, как бы, но даже если говорил, я повторюсь, я был в центре Иоанна Кронштадтского здесь в Москве на Владычном подворье под руководством Игумена Берестова, отца Берестова, Игумена Берестова, где работала нарколог хороший очень, такой хороший терапевт, Дашунина, доктор Дашунина, как выяснили, и вот тогда первый раз, я помню, мы что-то по этому поводу шутили очень много, она еще начала этот разговор со мной, с молодым человеком, который пришел со мной на консультацию, с того, что, ой, только имейте в виду, так сказать, вот, после приема этого препарата, знаете ли, ванизм будет еще тот, я объяснила почему, а я не обратил на это внимания, я был занят, видимо, другим, другая проблема меня волновала в этот момент, поэтому я как-то так, я понимал, что речь идет об очищении организма, но она сказала только, обратите внимание на сульфур, вот, будучи в зашоренности в тот момент, потому что, ну, как бы занимался другой совершенно проблемой, я не обратил внимания, и она спрашивает меня, а вы знаете, что такое сульфур? Ну, я слышал название, так и сказал, я говорю, знаете, я слышал это название, но вот не могу вспомнить, она засмеялась, да это сера, ну, конечно, гомеопатический препарат, серый, сульфур, он так и называется, так вот, это сульфат натрия был с добавлением серы, и невероятную роль, и понимаете, какая штука, сульфат натрия в результате реакции натрия и тилосерной кислоты, вот, в результате этой реакции появляется ссорь с увеличенным количеством серы в нем. А серы это антипаразитарная программа, серы это противовоспалительная программа, серы это борьба со старыми клетками, серы это, как называется, создание такого очень хорошего, антидотного, к огромному количеству, ну, извините за слово, к огромному, потому что меня тут же врачи поймают за руку и скажут, ну, какой же огромный, там, ртути, скажем, там, солиома, да, но если вообще посмотреть, то это антидот к огромным редкоземельным элементам, которые, и в том числе, и радиоактивным элементам, то есть обладающим радиопротекторами, свойствами, и вплоть до цианистого калия, вплоть до цианидов, понимаете, солей цианистого калия, понимаете, вот ведь какая штука-то, благодаря серы, и благодаря тому, что плюс вот этот огромный пласт реакции, который возникает внутри нашего организма, понимаете, плюс реакции, которые связаны с осматическими процессами, мы от них никуда не уйдем, потому что и под очищением сульфата магния, и под очищением сульфата натрия, и под очищением сульфата тиосульфата натрия, понимаете, в нем, безусловно, присутствуют осматические проблемы, то есть помните, еще со школьной скамьи известно, что при тогда, в тот момент, когда мы с вами крепкий сельевой раствор выпиваем, то через слизистую, через тканевые, межтканевые пространства в кишечник начинает поступать самое большое количество воды из окружающих тканей и из организма целиком, для того, чтобы эту концентрацию солевую разбавить, довести до нормы, или, по крайней мере, до той нормы, которая на сегодня есть в нашем организме, а у нас с вами соленость крови, соленость плазмы, нашей собственной, всегда на уровне морской воды, это плюс 7, плюс 8, именно поэтому морская вода так благотворно действует на нас тогда, когда мы купаемся в море, а не только потому, что там йодом пахнет, ветер, это все само собой, само собой, а самое главное, это вот это, понимаете, потому что мы находимся в родной стихии, и стихии, которая родила нас, понимаете, именно поэтому, понимаете, нельзя новорожденного отрывать от матери, надо обязательно сделать все, чтобы он первый глоток материнского молока получил, и именно этим объясняется традиция акушеров, старых, древних акушеров, акушеров, которые когда-то работали, да, ребенка, даже если он там два-три дня, он побыл там, скажем, в роддоме, родители забирают, и этих детишек надо начинать купать в соленой воде, понимаете, вот что, это самое главное купание для них, а в чем температура 38 градусов, потому что температура ребенка выше, и этим как бы мы дозреваем, досозреваем ребенка, вот это никак не надо забывать, это надо делать, понимаете, какая штука-то, и вот искусственники, они как раз страдают от того, что у них вот этой защиты, вот этих сил для сопротивления меньше, чем у ребенка, который выпил глоточек материнского молока, и вот эти ванны принимают, вот какая штука-то, потому что первый год, хотим или не хотим, но защиту ребенка обеспечивает иммунитет мамы, да помните все эти истории с трансфер-факторами, на котором многих нас поймали, и, так сказать, заставили заплатить огромные деньги, так сказать, за эти препараты, вот она какая вещь-то, понимаете, вот что, поэтому тут вот сочетанность вот этих процессов осматического осматических сбросов, назовем так, понимаете, в кишечник, послабляющий эффект, в результате которого возникает послабляющий эффект, и за счет антидотных свойств тиосульфата натрия, и за счет соединений серы, которые в этот момент начинают формироваться, вот она получше появляется вот этот мощный очистительный результат, вот это и называется химической очисткой нашего организма, вот почему, то есть, вот эти вот вещи, почему так вот неожиданно для себя когда-то не рекомендуя пользоваться тиосульфатом натрия, не тио, а сульфатом натрия, прошу прощения, это разные, так сказать, вещества, разные соли, разные комплексы, понимаете, когда-то против выступая, не рекомендуя в какой-то степени сульфат натрия, я вдруг перешел для всех к тому же самому сульфату натрия, нет, это другой препарат, с другими свойствами, и мне очень жаль, что я эти свойства, так сказать, об этих свойствах не узнал раньше, значит, почему вы рекомендуете этот метод очищения, мне кажется, я сейчас объяснил, ведь в вашей программе еще не было и опыта людей, проводивших это очищение, пока нет, я вчера разговаривал с участницей нашего форума, смотрит за нами, наблюдают очень внимательно, такой, очень опытный, очень практичный, многие из вас его знают, это Любовь Ефимовна Землякова, мы вчера с ней разговаривали, вот у нее опыт применения для очищения организма тилосульфата натрия насчитывает несколько сотен людей, несколько сотен примеров очищения, несколько сотен, понимаете, и вот я разговариваю с ней, я, так сказать, готов поговорить с Любовью Ефимовной с тем, чтобы она вот этот опыт применения разместила на этом сайте, мы вчера с ней разговаривали по поводу магния, по поводу натрия, по поводу калиево-натриевый насос, и по поводу вопросов, которые у меня есть, скажем, надо быть очень аккуратным, почему тилосульфат натрия все-таки достаточно такой сильнодействующий препарат, и поэтому люди, которые имеют такие выраженные явления, связанные с сердечной недостаточностью, конечно, и которые находятся на такой мощной лекарственной поддержки, причем, особенно, если в состав этих препаратов входят нитраты, нитритная основа, понимаете, вот, например, нитроглицерин, надо обязательно все-таки этот вопрос решить с доктором, обязательно, понимаете, потому что тут мне позвонить, позвонить мне и сказать, вот можно ли мне, при этом лучше не надо, потому что я не знаю и знать, честно говоря, не хочу, это дело врача, так сказать, фармакологии современной, я ее практически не знаю, вот старые препараты я знаю какие-то, но при этом вы знаете, какая штука, тиосульфатов, как выяснится, очень много, очень много в продуктах, которые мы с вами потребляем, много, понимаете, это, это не препарат искусственного, ну, естественно, мы его с вами получаем, как бы, искусственно созданный, но он присутствует в природе в значительном количестве и участвует в жизни нашего организма, что еще очень и очень важно для этого препарата. Не думаю, что вы рекомендуете его только потому, что Елена Михайловна, как вы выразились, уткнула в него носом, к препарату были написаны хорошие инструкции. По вашим словам, получается этот метод лучшее очищение сульфатом магния. У меня сложилось, да, лучше, вот почему, вот почему, понимаете, такими свойствами, как в качестве антидота сульфатом магния не обладает. Не обладает. Еще момент. С точки зрения противовоспалительного действия сульфатом магния, конечно, не обладает. противовоспалительное действие за счет присутствия значительного количества серы в этом препарате, конечно, выше. Именно поэтому часто используют для коррекции воспалительных процессов по опорно-двигательному аппарату. вот, скажем, там, скажем, проблемы коленных суставов, там, стоп, голеностопов, плечевых суставов, позвоночника и так далее. Используют ее сульфат натрия. Ну, сейчас врачи говорят так, ну, старый препарат, чего вообще о нем думать, куча препаратов противовоспалительных, современных, которые работают как части через 15-20 минут, уже боли нет. Боли-то нет. Процесс-то остался. Процесс-то идет, процесс-то развивается. Ну, дают сульфат натрия в силу того, что противовоспалительные эффекты плюс очищение организма, химчистка организма дает результат очень и очень неплохой. Я вот сейчас говорю, себя ловлю на том, что, наверное, я немножко рановато об этих всех вещах говорю по одной простой причине, что мне не очень понятно понять понятно частота применения эти сульфата натрия. Я понимаю, что сам вот этот вот курс, там, 10-12 ампул, там, 12 ампул, скажем, 12 дней, которые проводятся, это вполне, так сказать, ну, как бы одноразово, но с учетом того, что вот он обладает такими свойствами, а может быть, имеет смысл, имеет смысл подумать о повторном применении этиосульфата натрия в своей работе, в своей жизни, я имею в виду, потому что мы же прекрасно понимаем, что этиосульфат натрия при тех возможностях, которые у него есть, как у препарата химчистки нашего организма, безусловно, есть момент, связанный с активацией процессов отмираний и выведения из организма продуктов отмерших, вот, лизиса отмерших клеток, больных клеток и так далее, убитых клеток, на их место начинают приходить молодые, этот процесс может быть усилен, и тогда, если вы его применяете, там, скажем, последовательно в разных там, скажем, не один раз в полгода, а, скажем, два раза в полгода или четыре раза в год, а не три раза в год, как мне это рекомендуют, понимаете, в общем, этот момент может, извините, пожалуйста, вызвать неприятные, так сказать, последствия, о которых надо думать, два раза в год, да, я согласен, это там, через полгода, в полгода раз, вполне возможно, это, но ведь тогда, когда нам с вами 60-70 лет, даже тогда, когда нам 50 лет, уже, так сказать, процессы достаточно тяжелые, запущены, и они будут обязательно давать разные-разные результаты, побочные эффекты и прочее, это ведь надо принимать в расчет, поэтому я прошу прощения, вот этот вопрос для меня пока не ясен, вот, я обязательно скажу, когда для себя выясню его, у меня сложилось такое ощущение, что вы предлагаете это ощущение еще и на основании своей внутренней интуиции, обычно вы всегда очень осторожно относились к тому, что я здесь предлагался, многое опровергали, вы понимаете, какая штука, в моей жизни и в моей работе в программе «Помогите себя» интуиция играет огромную роль, это я вам скажу честно, Ирина Борисовна, вы так затронули одну тайную пружину в моей работе, в моей жизни, даже тогда, когда я только начинал эту программу и тогда, когда я появлялся в эфире и давал какие-то очень странные зачастую рекомендации, связанные с травами, с одной стороны я знал, что это возможно, а с другой стороны они возникали как панаити. Я это называю интуицией, я называю это подсказкой, которая непонятно откуда возникает, но, видимо, из внутренней сущности какой-то или внутреннего понимания, которое еще логически не оформилось, но оно внутри меня существует. Понимаете, я никак не хочу назвать это божественным промыслом или подсказками ангела-хранителя или прочее-прочее-прочее. Понимаете, нет, жизнь наша определяется ангелом-хранителем и наши поступки определяются ангелом-хранителем тогда, когда он может, когда мы ему верим и когда мы его слушаем. Это да, это да. А здесь вот интуиция, она вот чистая, как вам сказать, практическая, она возникает, эта интуиция возникает от опыта. Но слава Богу, ведь все-таки мы уже с 89-го года, уже 28 лет, скоро 30 лет я занимаюсь этими проблемами, поэтому пора уже как-то научиться там, скажем, как я говорю, спиной, затылком чувствовать подвохи, которые могут возникать. Вот такая вот история. Анатолий Ефимович, одобряется ли вы мои действия, если я сейчас проведу очищение с тульфатом на 3-10 дней, а потом осенью, когда подсолнушки поспеют, провести очищение по избавлению от солей по болоту. И если у меня синдром дырявой кишки не сможет ли попасть вся эта грязь, возникающая во время очищения в кровотоке, очищение попадает в кровоток, через проницаемые стенки кишечника. Анатолий Ефимович, еще очень хотелось бы попросить Елену Михайловну, иская группу, поделиться своим опытом очищения сульфатом натрия и фрумчанам, как у него проходило очищение, какие могут быть нюансы. По поводу Елены Михайловны я не могу этого сказать, потому что, насколько я знаю, Елена Михайловна очищение сульфатом натрия не проводила. И я просил ее пока этого не делать. Вернее, я не сказал ее, потому что у Елены Михайловны довольно сложная ситуация по здоровью, поэтому сейчас делать очищение сульфатом натрия, мне кажется, ей рановато. Ей рановато. Вот. Она его не делала, поэтому этого опыта у нее нет, но вот есть опыт у Любови Ефимовны Земляковой этот опыт знать очень значительный. он касается сотен людей, сотен людей, которым она, безусловно, помогла. Вот. И вот этот опыт я бы, конечно, просил бы Елену Ефимовну этим опытом поделиться. Дальше. Нельзя ли это как-то организовать для нас? Ну, попробуем. Попробуем. Найдем какую-то форму. Теперь по поводу синдрома дырявой кишки. Вы не переживайте по поводу синдрома дырявой кишки. Ни при очищении сульфатом магния, ни при очищении тиосульфатом натрия, синдром дырявой кишки для вас совершенно безопасен. Опять же, в силу, простой вещи, чисто физиологической. Понимаете? Потому что тогда, когда вы выпиваете соль, концентрированную соль, и возникают вот эти процессы, связанные с борьбой с концентрацией соли в желудочно-кишечном тракте, и когда организм начинает сбрасывать воду в желудочно-кишечный тракт и в желудок, и в 12-перстну, и прочее, везде. И начинается такой водопад внутри желудочно-кишечного тракта. Ну, и, естественно, я немножко увеличиваю, это преувеличиваю. Но это, конечно, не водопад, но, по крайней мере, ситуация таковая. И вот эта вода-то за счет вот этой воды, которая поступает в желудочно-кишечный тракт, и происходит детоксикация или очищение организма. Вот за счет чего. Поэтому бояться о том, что эта грязь обратно будет всасываться в кровь, не приходится. Но я был бы, наверное, не прав, не точен, если бы не говорил о том, что таким образом уходит 10 дней очищения сульфатом магния, потому что часть даже не при синдроме дырявой кишки, и даже при нормальной слизистой кишечнике, и нормальных процессах проницаемости слизистой кишечника, все равно довольно значительная часть шлаков, она снова обратно всасывается в этот самый кровоток. То, что я не могу советовать, так сказать, делать сульфатом магния, хотя это достаточно одного приема сульфата магния для того, чтобы грубую очистку такую провести. С теосульфатом натрия я могу себе позволить, потому что многие вещи, особенно связанные с воспалительными процессами, теосульфат натрия купируют за счет присутствия серы. Понимаете, поэтому вот этот 10-12 дневный курс химического очищения организма, он, безусловно, в этой ситуации вам полезен, Ирина Борисовна. Полезен. Насколько полезен, вы уж, пожалуйста, определитесь для себя сами. Вот какая вещь. Теперь, знаете, что, вот, ну, это вот, что касается вопросов по поводу, которые заданы, по-моему, на все ответил Ирина Борисовна. Если на что-то не ответил, вы мне, пожалуйста, напишите, скажете. Теперь самого процесса очищения организма. Знаете, что, очищение организма начинается в тот момент, когда вы учитесь пить воду, когда вы научаетесь пить воду. Да, и, кстати, сказать, что очень важно, вот это я подчеркиваю, теосульфат магния хорошо подчеркивает процессы очищения лимфы, детоксикации лимфы, лимфодренажа. То, что не делает ни сульфат натрия, к сожалению, в такой степени, ни сульфат магния. Вот о чем я забыл рассказать, а это невероятно важно. Вот какая вещь. Никому не советую заниматься очищением теосульфата натрия сразу, без подготовки. По одной простой причине. Понимаете, у кого-то кисты, у кого-то папилломы, у кого-то как бы это сказать, камни, у кого-то жировики на теле, у кого-то безусловно жуткое количество родинок. И все это высыпают на кожу и прочее, прочее. Врачи совершенно правильно говорят о том, что это процесс связанный с состоянием желудочно-кишечного тракта. Так вот, если прежде чем заниматься очищением сульфата магния или тиосульфата натрия, обязательно надо хотя бы более-менее привести в порядок желудочно-кишечный тракт. С тем, чтобы, извините, ради бога, не вызвать обострения по ЖКТ, которые безусловно затормозят эти процессы очищения организма. Раз. Во-вторых, могут вызвать довольно длительное обострение. Два. И вот об этом, прошу прощения, надо всегда помнить. Поэтому очищение не забывайте. Начинается с нормального приема воды. При этом, помните, и сульфат магния, и сульфат теосульфат натрия требует обильного питья воды, обильного употребления воды, причем ни супов и ни настойчиков и ни соков, понимаете? А воды. Вот об этом не надо забывать. Все непременные условия. Лучше при этом даже не беритесь за очищение этиосульфата натрия. Даже не берите. Не умеете пить воду, не можете пить воду, не делайте этого. Понимаете? Потому что прошу прощения. Как называется? Вот эта самая интуиция, которая мне какие-то вещи подсказывает, она меня довольно часто убеждает в том, что многие из тех людей, которые вроде как следуют программе, мы лечимся по вашей программе, начисто забывают о том, что это первое условие, которое надо выполнять. Я имею ввиду питье воды. Понимаете? И это необходимейшее условие. Понимаете? Иначе ничего. И второе, главнейшее условие, главнейший элемент программы физиологическое очищение организма, а не потребление травок, потребление настоек, потребление. Если вы думаете о том, что вы этими настоечками вылечите себя, пожалуйста, не ко мне и не к этой программе. Идите куда хотите. Куда хотите. Понимаете? К бабкам, к деткам, к уважаемым целителям, к академикам, к профессорам, к врачам. Идите туда, вас там вылечат. Вылечат. А мы занимаемся другим. Мы занимаемся созданием условий, при которых ваше здоровье станет крепче, сильнее. Тренируем ваше здоровье. Вот что очень главное. Главное, понимаете? А какие примочки мне поделать? Ох, какие поделать орошения. Ох, чего мне попить? Понимаете, я просто в ужасе. Неужели мало вы попили? Вы себя довели питьем травок, питьем довели до такого состояния, что уже надо думать о жизни и думать о том, что путь человеческий в этой жизни короток и что он может закончиться прямо завтра. Извините, что я так сорвался, потому что мне это надоело говорить об этом. Это начало очищения организма физиологического. Изменение питания. Вот я опять не сумел сегодня начать. Но в любом случае одну фразу скажу. Понимаете, вы можете делать все. Есть все. Не хотите сахар, как вот Сергей Булыч моносахара. Не надо, не ешьте, ради Бога. Поле сахаридов навалом в овощах, фруктах пожалуйста ешьте. Ешьте их. Не хотите скажем, ну не знаю, мяса, ну не ешьте мясо, но не забывайте о том, что организму нужны белки. Понимаете, то есть вы можете со своим питанием обходиться так, как вы находите нужно. Но помните одно, что количество еды, которое вы должны съесть за одну еду, равно одному блюду. По весу от 150 грамм это относительный голод до 250 грамм. Ну что, 250 грамм это нормально. Если вы съедаете за одну еду 250 грамм, все у вас сохраняется. Это полное обеспечивает и самое главное, что переедания точно не будет. Вы должны помнить о том, что есть раньше, чем через три часа, раньше, чем перекусывать, раньше, чем через три часа после основной еды нельзя, лучше пить воду. Это время замечательно. А вот, так сказать, есть раньше, через три часа, минимально четыре часа от еды до еды. Но четыре-пять раз в день. Пожалуйста, четыре-пять раз в день. Не оговорюсь. Сегодня четыре раза, завтра пять. Объясню, почему. Четыре вам не хватило, раз на следующий раз пятой едой вы как бы добавили себе тех самых энергетического запаса, который вам поможет. Вот это нельзя ни в коем случае забывать. И помните, пожалуйста, в отличие от многих врачей, я говорю, настои, соки, кофе, чаи, кисели, квасы, что еще у нас там есть, десерты какие-то, морсы, и все. Это еда. Друзья мои, это еда. Морс это тот же супчик, только супчик с мясом с бульончиком со всеми делами, а в морсике роль мяса и всего выполняют ягоды. И не одна, вторая, две, три, четыре, пять. Подумайте, какое количество биологического содержания в этих самых морсиках есть. Нет. А вода, то есть вода присутствующая, делающая этот морсик жидким, понимаете, это просто субстанция, которая помогает организму усваивать необходимое для того, чтобы это усвоение необходимого биологического материала, необходимых элементов, ферментов, витаминов и прочего, да попадали в благоприятную кислотно-щелочную среду. Вот что очень важно. А пить надо воду. Понимаете, вот насыщать себя можно и морсом, и соком, а пить надо воду. Вот чем дело. и если вы будете следовать этому закону, то я вас уверяю, так сказать, многие проблемы у вас тоже начнут уходить потихонечку, скажем, кальцинация стенок сосудов, потому что она возникает довольно часто из-за того, что мы водой-то не пользуемся, а пьем вот эти вот настойки, супчики, морсики, кофейки, чайки, да, и все. Вот она, какая штука. Вот это вот, пожалуйста, для себя примите. И последнее. Мы все помним, что в нашей пище в обязательном порядке должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Мы знаем, какое их количество должно быть. И мы никогда, извините, ради Бога, я только сейчас как бы, вот сейчас, наверное, тоже интуиция сработала, должен назвать для вас всех четвертый необходимый, необходимейший элемент питания, который надо учитывать тогда, когда вы вот свое питание формируете. Оно может быть очень аппетитным, очень разнообразным, все так. Но в нем обязательно должны присутствовать четыре компонента. Белки, жиры, углеводы и растительные волокна. Растворимые и не растворимые, в обязательном порядке. Потому что присутствие растительных волокон в нашем питании определяет действенность нашей микрофлоры и самой жизнестойкость. Самое главное. Мы таким образом создаем условия для восстановления, формирования и жизненной устойчивости наших бифидо, лактобактерий и других элементов микрофлоры нашего кишечника. вот о чем я сегодня хотел сказать. Спасибо большое Ирине Борисовне, потому что вот так приятно, когда есть точный вопрос и на точный вопрос всегда очень легко отвечать. Очень легко отвечать. Когда все понятно. Друзья мои, всего доброго. До свидания. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова